Поговорим о смартфоне, которому, наверное, уже 4 года, какие с ним проблемы и в целом, что происходит с миром айфонов, потому что в России, как известно, многие приложения заблокированы, не работают банковские приложения, сейчас уже не работают всякие приложения карт, там 2GIS удалили, приложение ВКонтакте, приложение Mail.ru и получается, что айфон все больше и больше становится кирпичиком, в то время как Android все эти моменты может обходить и становится более актуальным. И в каждом айфон, также и в айфон 11, я хвалил то, что здесь крутая операционная система, плавность, поддержка и все такое, а тут не знаешь, какой сюрприз ждать завтра, какое приложение удалят, что будет, потому что уже и NFC не работает, получается, Apple Pay заблокирована на территории России. Но если мы говорим о других странах, СНГ или бывшего Советского Союза, там, конечно, проблем поменьше. И в целом, айфон 11 сейчас уже не продается на рынке, Apple официально убрали его из сайта, но по-прежнему у официальных или неофициальных реселлеров его очень много, по очень хорошему прайсу. И, конечно же, цены айфон 11 также упали на вторичном рынке, сейчас это, наверное, самый такой классный айфон по соотношению цена и характеристики, потому что по цене среднебюджетного смартфона мы можем купить, ну, реально флагманский когда-то айфон 11. Что же с ним случилось сейчас? Во-первых, дизайн, он очень крутой, по-прежнему. То, с чем я так и не смирился, это большие рамки. В то время это мне не так раздражало, сейчас уже, когда новые плоские грани у айфонов новых, там, 12-14 серии, айфон 11 уже немножко смотрится как бы устаревшим, но в чехле вы его даже не отличите, скажем, айфон от 12. Мы имеем большой дисплей, мы имеем хорошую автономность, мы имеем хорошие камеры. И вот про камеры обычно я говорю, что, скажем, айфоны 7+, айфоны 8+, по фото они проигрывают андроид смартфоном за 15-20 тысяч рублей, но вот по видео они хороши. У айфона 11 совершенно другая ситуация. По фото айфон 11 снимает очень крутые фотографии, и, скажем, андроиды за 20-30 тысяч рублей зачастую проигрывают айфону 11, потому что айфон, во-первых, фотографирует быстро, фотографирует без ошибок, и он сейчас выдает наиболее такие естественные цвета, потому что если мы посмотрим на последние айфоны, скажем, 13-14 версии, то Apple решили агрессивно программными способами улучшить контрастность, яркость, какие-то моменты, и фотка получается очень красивой на новых айфонах, но не естественной. У айфона 11 все-таки мы получаем более такую сбалансированную картинку и более похожую к реальности. По поводу видео, айфон 11 лидер среди андроид-смартфонов, потому что переключение между камерами в формате 4К 30 кадров в секунду, плавное переключение без задержки звука, как, скажем, это происходит на Samsung Galaxy A53, это все у айфона 11 есть. Флагманские решения, то, чего нет на многих андроид-смартфонах, скажем, за 60 тысяч рублей, той плавности, как у айфона, не будет. Стабилизация видео. Если мы хотим снять какой-то крутой Reels, где ведете вы, скажем, наш запрет грамм или какую-нибудь другую социальную сеть, то на айфон 11 можно до сих пор по-прежнему снимать классные ролики. То, чего, скажем, мы не можем снять на андроиде за даже 30 тысяч рублей. Айфон 11 я очень много сравнивал с разными андроид-смартфонами из разных ценовых категорий, и вот по видео в любом случае он был лучше, чем какой бы андроид-смартфон я не взял на сравнение. Поэтому айфон 11 это еще и классный камерафон, который может вам заменить и по экшн-камеру. У него есть сверхширокая камера фотографии, айфон 11 делает быстро и хорошего качества. И у нас здесь появился ночной режим, и ночью получаются хорошие фотографии, неважно, даже с включенным ночным режимом, даже без него, айфон 11 научился снимать в темноте. Если мы поговорим про конкурентов айфона 11 среди своих же айфонов, то получается, что айфон 12 по-прежнему дорогой. Что новый, что на вторичном рынке, он стоит сильно дороже, чем айфон 11, и поэтому он не конкурирует. Айфон XR, который всегда шел вплотную с айфоном 11, уже также становится потихоньку неактуальным, потому что разница между ними в цене уже становится минимальной, а айфон 11 все-таки имеет массу преимуществ, в том числе и с селфи-камеру. Когда впервые на айфоне 11 улучшили селфи-камеру, она стала снимать намного лучше. Если мы посмотрим на селфи-камеру вообще всех айфонов, то реальный апгрейд произошел именно с айфоном 11 и с айфоном 14, там уже появился автофокус. И сейчас мы видим на айфон 11 хорошие кадры, и по-прежнему он снимает хорошо. Еще одним конкурентом айфона 11 является айфон SE2022. Конечно, там поставили новый чип, но все же это скорее конкурент по цене, потому что новый айфон SE22 в России можно купить за 25 тысяч рублей, ну то есть примерно по цене поддержанного айфон 11 в хорошем состоянии. Но эти смартфоны совершенно разные, и я однозначно знаю, что айфон 11 во многом лучше, чем, скажем, SE2022, потому что, ну это правда, айфон 8, просто чуть-чуть там лучше камера снимает, и он чуть пошустрее стал. Поддерживает 5G, который в странах бывшего Советского Союза, ну не актуален. Поэтому однозначно айфон 11 лучше, чем SE2022, если вы используете только один телефон. Ну потому что по автономности в айфон 11 дела обстоят по-прежнему очень хорошо, этот телефон при нормальном использовании вполне живет до самого вечера. То есть с ним все хорошо, несмотря на то, что дисплей у айфона 11 IPS, и причем если мы приглядимся, можно даже посмотреть и увидеть там пиксели, но в целом айфон 11 хорошо отображает картинку, хорошие цвета, и тем более если у вас глаза чувствительны к обмоле дисплеем, то айфон 11 получается последний айфон с IPS дисплеем, хотя по качеству дисплея, конечно, он сильно уступает айфону 12 и все, что уже вышло позже. И айфон 11, получив iOS 16, стал просто заложником ситуации, потому что фактически он получил iOS 16. Но если мы посмотрим на нужные функции, которые на самом деле пригодятся в обычной жизни, то айфон 11 практически не получил ни черта. Кроме обоев, которые можно менять на рабочем столе, то что, скажем, можно менять и на айфоне 8, айфон 11 ничего нового не получил. То есть горизонтальную разблокировку смартфона с помощью Face ID айфон 11 не получил. Когда мы нажимаем какую-то картинку и смартфон понимает, вырезает объект, тоже айфон 11 не получил. В общем, подавляющее количество фишек iOS 16 пришли только на айфоны 13 и 14 серии. Айфон 11, к сожалению, не получил тех самых классных фишек, то, чем славится, скажем, iOS 16. Поэтому 4-летний iPhone 11 получил новейшую iOS, но по сути большинство функций в нем просто не работают. И если мы поговорим про производительность, то iPhone 11 вполне потянул бы все фишки iOS 16. Но он не получает эти фишки, потому что это маркетинг. iPhone 11 работает на чипе A13. Забавно, что последний чип компании Apple, A16 Bionic, сравнили именно с Apple A13 Bionic, который установлен на iPhone 11. И вот по этой схеме мы видим, что чип A16 стал производительнее, чем A13, ну буквально на 30%. Они, конечно, могут заявлять 40, но по сути там 25-30% роста. Почему такое происходит? Неужели у Apple нет крутых чипсов? Конечно же, они есть. Чипы M1, M2 и их ультрамодификации выдают просто космические результаты. И это все чипы на архитектуре ARM. Поэтому у компании Apple есть крутейшие чипы. Просто они не устанавливают на iPhone. А зачем устанавливать, если даже iPhone 11 работает великолепно и там все летает? Единственное, чего не хватает iPhone 11, это оперативной памяти. Всего 4 ГБ. И с iPhone 14 серии мы увидели, что все iPhone получили 6 ГБ. То есть в дальнейшем 4 ГБ, конечно же, скажется на производительности. Ну а с другой стороны, 4 ГБ на iPhone не нужно сравнивать с 4 ГБ на Android. Многие Android со 6 или 8 ГБ оперативки не могут держать в памяти столько приложений, сколько может держать iPhone 11 с 4 ГБ оперативки. И тем более, если мы говорим про Android смартфоны, то смартфоны, скажем, за 25 тысяч рублей на среднебюджетных чипах от Snapdragon и Mediatek они будут сильно уступать 4-летнему iPhone 11. iPhone 11 по-прежнему можно купить новым, меньше чем за 40 тысяч рублей. Но если мы посмотрим на цену, то получается, что он новым стоил 60 тысяч рублей, а спустя 4 года он стоит около 40 тысяч рублей. Цена, получается, не сильно и особо и упала. Но бэушные, конечно, они стоят уже в районе 22-26 тысяч рублей. И также они продаются на китайских сайтах, в частности на Алиэкспресс, продаются восстановленные iPhone 11. И если раньше я говорил, что не нужно покупать, там ужасное качество, сейчас ситуация совершенно другая. Я купил Samsung, купил Google Pixel, качество приходит хорошим, это как будто реально новые телефоны, там уже контроль качества, и они на самом деле показывают отличную работу. Поэтому сейчас, учитывая курс доллара, можно купить и на сайте Алиэкспресс, потому что, в принципе, 4-летний смартфон, возможно, в России тоже не раз ремонтировался. У моего товарища есть iPhone 11 черного цвета, так вот на нем поломался дисплей, и замена стоила 6 тысяч рублей вместе с работой и дисплеем. С Face ID проблем нет, дисплей нормально работает, но вот защиты от воды, скорее всего, там уже не будет. Говоря о минусах iPhone 11, для меня он все-таки тяжеловат, он такой толстенький, у него большие рамки, потому что все-таки новые iPhone получились более изящными. Но все же у iPhone 11 есть беспроводная зарядка, есть все флагманские фишки последних iPhone, кроме MagSafe. Спустя 4 года iPhone 11 остается таким добротным, хорошим смартфоном, но у него уже нет имиджевости, нет такой люкса, нет какого-то изящества, потому что все-таки 12, 13, 14 линейка, они вышли в совершенно другом дизайне, и в руках они ощущаются совершенно иначе. Но если мы посмотрим на цвета, вот наш фиолетовый iPhone 11 выглядит точно так же, как и iPhone 14 по цвету, то есть спустя 4 года они вернулись к тому же цвету, который был у iPhone 11, но если мы говорим именно про эти цвета, я уже как-то в моем аккаунте, в запретграмме показывал, что самые красивые цвета iPhone 11, самые яркие цвета, оказались самыми невостребованными цветами, потому что покупатели по-прежнему у нас предпочитают черные и белые смартфоны. Я каждый раз стараюсь взять разного цвета смартфон, чтобы просто показать, что ребята, смотрите, есть еще и другие цвета. Напишите ваше мнение про iPhone 11, напишите про минусы, которые вы обнаружили для себя, используя iPhone 11, или на какой смартфон вы собираетесь его менять. У нас есть телеграм-канал, присоединяйтесь, там я публикую самые свежие, активные новости, то, что не попадает в видео. Спасибо за просмотр. До новых встреч.